Вы, наверное, сейчас услышали предупреждение, вот, и я также отключу микрофон у всех остальных участников участниц, кроме Ольги, у нее есть опция, сейчас можешь проверить, пожалуйста, работает или нет, ага, не получается, значит, мне надо включить, я могу сделать, включить звук, вот такая вот штука, включился теперь, да? Да, слышно меня? Да, я немножко расскажу о том, что будет происходить теперь после этой технической вводной. Мы, как Химон Константа, пытаемся и работаем с темой равенства, инклюзии, мы очень хотели бы жить в мире и Беларуси, инклюзивной, в которой все, достоинства каждого человека признается, уважается, и там, где существует более справедливое пространство, отсутствует или минимизированная иерархия насилия и угнетения людей по каким-либо причинам, и, например, мы хотели вообще эту лекцию организовать в рамках недели за равенство и инклюзию, которая должна была пройти ровно месяц назад, вот, потому что 21 марта — это Всемирный день борьбы за ликвидацию расы и дискриминации, и к тому дню мы онлайн на сайте подготовили такую подборку фильмов и сериалов, современных, актуальных, которые помогают увидеть эти проблемы, эти вызовы и, возможно, отдельные ответы на то, что происходит. И мы постарались подобрать не такие грустные, тяжелые, сложные и длинные по три часа фильмы, а какие-то более, даже комедии там несколько штук. Вот. И нам... Мы давно с Ольгой хотели, на самом деле, подготовить какую-то такую лекцию, встречу публичную, потому что кроме классических форм угнетения и признаков, по которым люди исключаются, угнетаются, на сегодня уже существует множество других, более системных, структурных форм угнетения и насилия к тем отличиям, которые раньше или до сих пор даже много где не признаются, не распознаются. Вот. И сегодня нас с вами ждет очень увлекательно интересный разговор с Ольгой Шпарагой, с философией. Вот. И я очень вам рекомендую и настаиваю ознакомиться и почитать книгу, которая была издана от... Да, «Сообщество после Холокоста», она называется. И сегодня Валя с нами хотел бы поделиться размышлениями о дегуманизации, дискриминации и практиках социального исключения. Будут примеры и отсылки к исследователям, теоретикам, философиням, политологиням, как в прошлом, так и в настоящем. Вот. Также это будет не просто обещание, а будет пространство для взаимодействия, для обсуждения этих всех явлений. Вот. Что ж, теперь я с огромной радостью передаю слово Ольге, которая поделится нами презентацией и идеями, размышлениями. Да. Спасибо большое за представление и приглашение. Рада, что все-таки эта лекция-дискуссия состоялась, и у меня это второй опыт. Первый опыт был немножко в другом формате, более дискуссионном, и он был более открытым, и пришли тролли, и вторую часть дискуссии нам сорвали. Мы обсуждали сообщество после пандемии, делились собственным опытом. Вот. Надеюсь, что этого сейчас не случится, сделали все возможное, чтобы этого не произошло. Но, и прежде чем говорить, ну, я к тому, что у меня как-то еще нет такого опыта вебинаров, публичных вебинаров, ну, надеюсь, что мы будем учиться вместе с вами. И в этой связи организационно мы подумали, что, так как у меня тематические презентации, моя лекция разделена на три части, что перед каждой частью мы можем с вами немножко обсудить, о чем пойдет речь. Вот. И если про эти части, если сейчас немножко забежать вперед, да, то вот эти три сюжета, о котором я хотела бы говорить. И, как вы видите, тут Валдис сказал, что я буду говорить о дискриминации, догуманизации, но на самом деле не только про это, но и про то, какие есть идеи сегодня о том, как выходить за пределы догуманизации, дискриминации. И, причем, и с точки зрения, вот, совсем теоретиков, да, с большой буквы, которую пишут философские книжки, и с точки зрения практикующих социологов, вот на одно исследование социологическое я буду ссылаться. И, как оказалось, ну, на мой взгляд, и это предмет тоже для нашего размышления, вот их предложения, их, те практики, которые они описывают, пересекаются, да, вот теоретики видят, да, и практические социологи видят выход одним образом, да, и эти, из этого следует, что нам нужно стремиться к каким-то вот общим практикам, которые называют эти исследователи. Но прежде, вот это такая техническая вещь, то есть я предлагаю перед каждым из этих блоков нам немножко поговорить, чтобы вы ответили на вопросы. И прежде, чем задать свой первый вопрос, вернусь к первой картинке, я вообще изменила название, называлось у меня «Исключение других, как право убивать и право подчинять», но когда я стала искать картинку, я подумала, нет, но я не хочу какую-то ужасную картинку, где будут концлагеря, убийства, я хочу хорошую, позитивную картинку, и после этого я изменила название «Против исключения других, как право убивать и право подчинять», вот, если мы с этим будем бороться, то я надеюсь, будет вот такой разнообразный мир, как на этой картинке. Ну и это название действительно, в том числе, в большей мере отвечает тому, о чем я хочу говорить, потому что я хочу говорить и о выходе из этой ситуации тоже. Окей. Ну, тогда к моему первому вопросу. Мой первый вопрос такой к вам. Можно ли сказать, что 20-й век принес нам какие-то новые формы дискриминации, догуманизации, что бы вы могли назвать и есть ли ощущение, что вот 20-й век что-то нам такое ужасное принес? Какие у вас есть идеи? Если у кого-то будут руки, то я могу это следить в чатике, я могу включать вам звук, для того, чтобы голосом это обозначали, либо вы можете это писать комментариями в чатике, в общем. Ну, я пока не вижу рук, поэтому, наверное, появятся какие-то комментарии. Ну, давайте смелее, что приходит вам в голову про ужасы 20-го века? Наверное, с ужасами какими-то ассоциируется. Может быть, с хорошим тоже. Вот есть от Дарьички, от Дарьички есть про смертную инъекцию, смертельную инъекцию. Есть, да, много разных мнений. Есть еще Холокост и концлагеря. Войны, принудительная стерилизация женщин, карательная медицина, то есть злоупотребление медициной в политических и других целях. Ну, да, такой списочек уже пугающий, но это практика, это опыт наш человеческий. Ну что, ждем еще или начнем? Ну, в принципе, я думаю, наверное, можно. Вот еще. Нет, ничего. Нет, ничего, это новая часть. Наверное, можно пока уже и это, с этим работать. Если будет что-то еще приходить, то я могу это озвучивать, сбрасывать. Хорошо, хорошо. Ну, собственно, речь идет об этом первом сюжете, да, о догуманизации в 20 веке. И я хотела бы отослаться к одной из любимых своих авторок и философов, философов Ханни Арендт. И вот об этих сюжетах, о которых я буду рассказывать частично, я в своей книжке пишу. Ну, и что интересно касательно Ханны Арендт, то это авторка, которая является сегодня, вот в десятые, уже сейчас у нас, да, там, в 20-е годы начинаются, одной из самых цитируемых. Я надеюсь, по тем цитатам, которые я буду приводить, вы поймете почему, да. То есть не только в связи с тем, что она была, что она анализировала Холокост, анализировала условия, которые сделали его возможным, механизмы, которые его поддерживали, ну, ее выводы, как с этим бороться. Но и в том числе, что она сделала и более далеко идущие выводы касательно устройства мира и того, как эти практики могут дальше поддерживаться. Ну, и я вот назвала вот эту часть от «Абсолютного к банальному злу» и привела тут две книжечки. «Идею абсолютного зла Ханна Арендт отстаивает или предлагает, разбирает в книге «Истоки тоталитаризма» 51-го года. Она на русский язык переведена, я даже хотела тут показать, какая она толстая на немецком языке, но это не должно вас пугать. Это прекрасно читаемая книга, поскольку это такой политико-исторический анализ с философскими обобщениями. И книга, другая книга, в которой Ханна Арендт отстаивает концепцию банальности зла, это книга 63-го года, которая посвящена процессу над Айхманом, который, это один из преступников, один из тех, кто отдавал приказы и принимал активное участие в том, что делали национал-социалисты. В 61-м году проходил процесс над Айхманом, Ханна Арендт присутствовала на процессах и писала день и ночь книгу по результату этого процесса и писала книги «Банальности зла», которая тоже прекрасная читаемая книга. Да, Ханна Арендт, между прочим, говорила о себе, что она не философ, да, что она политический теоретик. Ну, можно тоже по этому поводу. Отдельная тема, почему она так говорила, но, тем не менее, это такие книги, которые являются такой научной философской публицистикой, можно было сказать, но в лучшем смысле этого слова. Ну, и если говорить сначала об этой концепции абсолютного зла, что она называла радикальным абсолютным злом, она считала, что это радикальное зло связано с возникновением лишних людей, совершенно ненужных людей. И эти лишние люди, они возникают в межвоенный период в результате распада империи, Австро-Венгерской, Российской империи и в результате того, что возникают новые государства. И эти государства возникают, с одной стороны, в новых условиях, с другой стороны, они, согласно Ханне Арендт, впитывают в себя все то худшее, что было накоплено за историю человечества. Ну, во-первых, Ханне Арендт говорит, что одним из условий образования лишних людей в этой ситуации, распадающейся империей, является то, что человечество полностью организованным становится, оно состоит из национальных государств. И если человек хочет из какого-то государства переместиться в другое, в другое место, то он вынужден перемещаться снова в государство и требовать признания в государстве, что непросто. Потом Ханна Арендт говорит, что вот эта вот новая ситуация распада империи после Первой мировой войны привела к новому типу миграции, что оказались вот никому ненужные люди, которые нигде не могли найти своего дома. Вот. И Ханна Арендт критикует концепцию прав человека, которая связана еще не с декларацией прав человека 1948 года, а вот с той концепцией, которая существовала до того, и говорит о том, что проблема прав человека вот этого периода, который она рассматривает, начало XX века, проблема состоит в том, что в парадоксе прав человека, да, что права человека оказываются синонимом прав гражданина, то есть получается в тот момент, когда люди лишали своих гражданских прав, да, когда они как принадлежащие меньшинству в каком-то государстве лишали своих прав, то некому было их защищать, а их как раз должны были защищать права человека, да, то есть вот в тот момент не было еще институции, не было еще представлений, не было еще механизмов для того, чтобы отстаивать права человека, когда человек оказывается, ну, в условиях дегуманизации, да, отказываемых прав депривации в рамках своего государства. А таких групп было много в период распада империи после Первой мировой войны. Ну, в общем, это проблема так называемых возникающих меньшинств, да, это проблема вот тех, кто не вписывается в титульные нации, и вот эта проблема людей, самая большая группа среди них оказались евреи, которые вот оказались в результате людьми безгражданства и ненужные никаким государствам, да, и местом для их пребывания оказался концентрационный лагерь в конечном итоге, вот. И проблема Ханна Арендт еще объясняет, что вот эта ситуация, что граждане государства должны быть вот этой титульной нацией, да, и тот, кто не хочет ассимилироваться, тот и претендует, да, на свое своеобразие, может не найти места в новом национальном государстве. Вот эту проблему Ханна Арендт связывала еще с концепцией самого гражданства в национальных государствах, что эта концепция была гомогенной, то есть нация может быть, да, евреи должны быть немцами в полной мере, да, они должны как-то отказаться от своего своеобразия в полной мере, к примеру, да, или они должны признать превосходство, либо они должны полностью ассимилироваться, либо признать, что у них не будут все права, да, как у представителей подчиненной нации, да, вот эта иерархия возникала в новых национальных государствах. И Ханна Арендт говорит, что, в общем, это, вот эта ситуация так понимаемого гражданства приводила к тому, что людям отказывалось в самом праве иметь права. И вот эта вот идея, отказ в праве иметь права, одна из сегодня вот цитируемых постоянной идей, когда мы сегодня говорим о мигрантах, то мы тоже размышляем в терминах, насколько людям, которые бегут, да, по разным причинам из своих стран, хотят найти, обрести гражданство в других странах, насколько им тоже отказывается в праве иметь права, да, самые разные права, и статус людей без гражданства до сих пор проблемный, и нужны механизмы для того, чтобы защищать людей, которые оказались в этой ситуации. Ну и Ханна Арендт полагает, что вот апогея, вот эта ситуация распада империй, людей без гражданства находятся в концентрационных лагерях, и именно там возникают эти совершенно лишние люди, потому что Ханна Арендт, вот эта ее концепция, да, которая сегодня также разными авторами дальше используется, она полагает, что концентрационные лагеря, они ничему не служат, да, они не нужны для того, чтобы что-то производить, вот, чтобы люди там как-то выживали, люди должны там умирать, а вернее существовать между жизнью и смертью, вот, и, ну вот все характеристики, которые Ханна Арендт приводит, что это люди без сыны, что одного человека легко можно заменить на другого, что они пребывают в таком странном состоянии между жизнью и смертью, и также она размышляла о том, что в концентрационных лагерях происходило уничтожение людей на таких трех ступенях, сначала лишался человек правового статуса, затем разрушались люди как нравственные субъекты, я всегда привожу в пример фильм «Выбор Софии», где героиню, Копполы, где героиня должна выбрать, кто из детей ее будет убит, да, и вот эту ситуацию как раз Ханна Арендт называет, обозначает ситуации, когда узники концлагерей принуждались к соучастию в преступлении, то есть они не между добром и злом делали выбор, а между злом и злом, и тем самым разрушались все отношения между людьми, то есть отношения между людьми становились как отношения между преступниками, вот, и следующая ступень Ханна Арендт полагала в концлагере через бесконечные мучения над человеческим телом, это разрушение человеческого достоинства, самоуважения, и затем уже в конце 20 века еще один философ Джорджа Агамбин делает вывод, что вот люди превращались в такую голую жизнь в концентрационных лагерях, да, они были живыми трупами, вот люди, которые неправовые субъекты, у которых разрушены всякие связи с другими людьми и которые потеряли свое достоинство. Кант когда-то бы сказал, что это невозможно, нельзя потерять достоинство, да, вот эта ситуация концлагерей показала, что можно создать такие условия, что структура самоуважения, чувство собственного достоинства будет разрушена, ну и, соответственно, задача сегодня состоит в том, чтобы делать все возможное, чтобы не доводить до этого, да, вот, ну и выводы, которые Ханна Арендт делает, которые, как мне кажется, важны для сегодняшнего дня, что вот эта проблема, которая нашла свой апогей в концентрационных лагерях, была не экономическая проблема, да, там, не проблема ресурсов, а проблема политической организации, и сегодня мы можем говорить в таких же терминах, да, и с такой же перспективы, когда мы говорим о миграции, что это прежде всего проблема политической организации. Другой важный вывод Ханна Арендт делает, что тоталитарные режимы могут разрушиться, но практики, которыми они поддерживались, могут сохраниться, да, они встроены в институты, да, они встроены в нормы, в образцы поведения, и это очень страшно, они снова обнаруживаются тогда, когда нужно, ну вот как у нас сейчас в ситуации пандемии, экономические, решение экономических проблем, предпочесть проблемам выживания людей, да, и в такой вот ситуации, когда отдается предпочтение экономике, а не людям, включаются снова эти механизмы тоталитарные, авторитарные. Опять важный вывод Ханны Арендт. Вывод важный, что права человека поддерживаются самими людьми в определенных практиках, и Ханна Арендт делает вывод, что это вот такие дружеские отношения между людьми, доверительные, но также дружеские отношения между странами, то есть это должна быть мировая система, в которой национальные государства не будут друг с другом конкурировать, иначе это подорвет и отношения внутри стран и государств. Ну и вот этот вот чужак, которого так все боятся, и которых боятся сегодня, как мы увидим в европейских странах, это тоже как бы не... Ханна Арендт полагает, что это неустранимая часть нашей жизни, и можно ее принять только в том случае, если мы определенным образом организуем нашу жизнь, где будем признавать друг друга, и страны будут друг друга признавать, то есть опять ее важный вывод. Ну и самый последний вывод, который нас переводит к еще одному философу, который размышлял о Холокосте в 20 веке Зигмунд Бауман, это то, что Холокост не был явлением каких-то традиционных обществ, это явление современных обществ, который соединил противоречия, противоречия, которые были в Европе, противоречия между разными группами, экономические противоречия, культурные, и которые были соединены с современными технологиями, там эвтаназия или эксперименты над людьми, которые проводились в концлагерях. То есть современные технологии, разные биотехнологии могут служить обострению этих конфликтов, и определенные группы людей могут использовать их в своих интересах. Ну и если говорить о наследии Ханна Арендт, не могла не дать такую маленькую рекомендацию, если вы вдруг не смотрели прекрасный фильм о Ханне Арендт Маргареты фон Тротто, который был снят в 2013 году, и где очень хорошо показано, как можно наблюдать, как Ханна Арендт присутствовала на процессе над Эйхманом, как она писала книгу, как она спорила со своими коллегами, какой пресс она испытывала со стороны своих друзей, поскольку у нее был свой взгляд на ответственность евреев за то, что происходило, то, что случился холокост, и историческую роль еврейства. И вот как раз второй фильм, совсем новый, 19-го года, это Поланского «Офицер и шпион», который посвящен делу Дрейфуса, о котором тоже Ханна Арендт пишет в своей книге. И это такая важная история Дрейфуса, который был причастен Эмиль Золя. То есть это тоже очень интересная история, которая позволяет нам понять, уже исторический контекст антисемитизма в Европе. И очень интересно, что Поланский снял этот фильм сейчас, очевидно, в этом фильме посыл к нам сегодня, и речь и о прошлом, и о настоящем. Ну и так как речь шла до этого о радикальном абсолютном зле, нельзя сказать о банальном зле, и можно сказать, что банальное зло, о котором Ханна Арендт пишет книгу, что эти идеи подхватывает Зиммун Бауман в своей книге. Вообще ее название «Модерность и Холокост», и польское, и английское название. Не знаю, почему на русский язык так ее перевели. И Бауман говорит, что есть определенные механизмы современные, которые поддерживают Холокост и делают его банальным. Потому что, в общем, не надо быть демонами для того, чтобы творить такое зло. А вот есть механизмы, бюрократическая рациональность, анонимность, требование подчиняться приказам беспрекословно, отключение критического мышления или отсутствие его навыков, иерархии, которые тебя заставляют подчиняться, отказ от морального характера действия. Я это делаю, потому что так заведено, и не хочу думать про последствия. Жертва где-то там, тот, кто где-то там, вот в конце цепочки он отвечает, а я всего лишь участвую, я не несу ответственность, мои решения не приводят к смерти или там с тем, что происходит с людьми. Сейчас мы можем, думая о медицинской системе, системе здравоохранения в Беларуси, думать, кто, насколько ответственны, и мы в том числе, да, потому что все мы в этой цепочке находимся, и можем думать, насколько вот мы взаимосвязаны в ней. Вот. Можно не видеть, говорить, тут нету причины следственных связей, да, то есть не может такого случиться, да. Это вирус возник сегодня не от загрязнения окружающей среды, не из-за того, что мы делаем, как общество сосуществует с природой, да, это какие-то другие причины, и вообще нету строгих причин, как угодно мог возникнуть, да, сегодня можно так об этом размышлять. Вот. Ну и вот эта концепция, да, получается, что Хамна-Арент разоблачает, с одной стороны, радикальное зло, да, то есть оказывается, что это радикальное зло возникает в определенных условиях, эти условия не устранены, и оно еще поддерживается определенными механизмами, институциональными механизмами, которые тоже сохраняются, и с которыми нужно что-то делать, о которых нужно рефлексировать, да, и которым тоже нужно альтернативы предлагать, да, не делать так, чтобы они работали, сами по себе работают. Теперь я хотела бы перейти ко второму сюжету, который касается современности, и хотела бы задать снова вопрос, как вы считаете, изменились ли практики, которые поддерживают дискриминацию, декуманизацию, вот там Хамна-Арент, Бауман называли ряд из них, можно ли сказать, сказать, что сегодня появились какие-то новые практики, какие-то новые группы дискриминируемые, и они дискриминируются по-другому? Что бы вы вот сказали о начале 21 века? Ну и опять я, наверное, напомню возможность, можно либо писать в комментариях, либо можно поднимать руку, обозначать очередь, можете прям в камеру, если у вас включено махать мне, я буду реагировать и предоставлять вам микрофон включать. Пока никто не машет руками, вроде как, наверное, пишут комментарии. Чуть-чуть можем подождать. Скорее все количество видов дискриминации возросло. Есть такое мнение? Новые виды, больше разных видов дискриминации появилось? С чем это, интересно, может быть, связано? Может быть, есть идеи? Есть, даречки. Есть, напевно, вечно ображаемые группы, кшталты ЛГБТК+, женщины, працующие в сельской индустрии, а ле и новые изъявляются. Я, наверное, я полагаю, что это мнение о том, что есть, типа, классические угнетаемые, да, которые всегда нужно было угнетать, и мы продолжаем, да, почему-то. Вижу, даречка кивает, да, вроде бы про это. Есть еще проблемы мигрантов. Из одной страны сбежали от войны, а в другую попасть не могут из-за отсутствия необходимых документов. Так написано. Современные технологии, как новые инструменты дискриминации, обозначают. Еще упоминают рост анонимности с развитием технологий. Как одна из причин, да? Вопрос о причинах? Да, да, механизмов, которые поддерживают. Хорошо, анонимность. То есть, наверное, в вопросе про мигрантов, я полагаю, что механизм, это чисто бюрократический подход, да, что, типа, нет документов, нет оснований признавать вас человеком. Угу. Наверное. Ну, я не знаю. Да, вот дарычки, есть крутые лиджбы, учора падается, лева до центра на гэты конт вытягнул про астариатикность групп в розного кшталту и что з ними рабить. Да, дарычки, я бачу гэты слайды, были в интернетике, якраз да, про то, что можно прям там вынищать некие группы людей. Потом, после 9 сентября часто дискриминируют мусульман, особенно мигрантов данной религии в США, пишут. Есть еще, по-другому вряд ли дискриминируются, механизмы одни и те же, просто больше разных уязвимых групп и они, мне кажется, более раздробленные, мелкие. И дискриминация затрагивает самые разные уровни, от биологического пола до экономического и так далее. Угу. Есть комментарии, интернет очень поддерживает дискриминацию, так как голос появился у всех, то есть теперь у большего количества людей есть возможность, да, свою ненависть, наверное, выливать. Угу. Потом, да, даже в связи с пандемией новая волна дискриминации, и это действительно очень большой вызов, который отмечается многими. Есть еще там, а, люди из ВИЧ и СНИД, наркозалежные, ЛГБТК и иншие. Угу. Вот такие у нас есть мнения и комментарии. А еще есть, мне кажется, что любое незнание какой-то проблемы порождает дискриминацию в наше время. Вот. Окей. Очень интересно. Хорошо. Давайте тогда посмотрим. Я попыталась собрать некоторое обобщение, что такое сегодня дискриминация и догуманизация. Хотела в качестве такого примера привести, не знаю, читали ли вы или нет. Это небольшое прекрасное эссе, я с удовольствием вам перечитала Умберто Эко, где он 14 признаков вечного фашизма выделяет. В 95-м году он написал этот текст, к своему собственному опыту отсылает. В общем, такой очень интересный текст. И я, не знаю, сколько у меня тут получилось признаков, не посчитала, но как-то немножко по-другому сгруппировала. Вот. И можем соотнести, попробовать с тем, что вы говорили, вот как Умберто Эко видит. Вот первое, он традиционализм приводит. Наверное, мы как-то вот не привели традиционализм, но, наверное, это то слово, то понятие, которое активно сейчас используется все-таки. И в традиционализме, с традиционализмом дискриминация связывается. Я, когда со студентами обсуждаю традиционализм, всегда говорю, что на самом деле мы от традиций в целом не отказываемся. Вопрос, что к традициям нужно учиться критически относиться и различать разные традиции, сравнивать друг с другом. Когда Умберто Эко говорит о традиционализме, речь идет о пульте традиции, то есть традициям нужно поклоняться. Они связаны, он говорит, с синкретизмом, с оккультизмом, противостоят рациональности и вообще современности, вот этой модернити, о которой писал посттрадиционному обществу, о котором писал Бауман. Вот. Традиция — это что-то, что вот такое устойчивое, вечное, на что можно уповать, необязательно рациональное, и вот оно поддерживает. В общем, оно питает стереотипы, можно на эти традиции ссылаться. Автоматические, некритические действия похожи на то, что Бауман писал, да, можно подумать, насколько эти автоматизмы действительно современными технологиями в интернете поддерживаются, да, в принципе, можно сказать, что вот это вот, то, как мы пишем быстро, да, там, комментарии, или как мы заводимся эмоционально, есть, кстати говоря, исследования на этот счет, тоже, да, можно отнести к разряду автоматизмов, да, то есть мы знаем, что нас могут обидеть, мы можем обидеться, но иногда сложно делать эту паузу, да, и сама логика функционирования и непрерывного присутствия в интернет-пространстве, присутствия всех, может эти автоматизмы вполне поддерживать. Несогласие, как предательство, говорит Умберто Эко, этот антиплюрализм, о котором я еще немножко отдельно остановлюсь, на котором остановлюсь, и вот связка, да, разных форм дискриминации, то есть он там Умберто Эко по отдельности называет, но видно, да, что они присутствуют вместе, да, расизм, ксенофобия, культ мужественности, маскулинности, и это и пренебрежение к женщинам, и пренебрежение к другим формам сексуальной, другим нормам, да, сексуальной жизни, то есть, в общем, мы, можно сегодня еще отнести сюда и экологию, к примеру, если вы помните по поводу Греты Тунберг в русскоязычном пространстве, не только в нем, да, вообще была права консервативная реакция на Грету с разных сторон, да, и то, что она девочка, не должна говорить, и то, что девочка, она женщина, она молодая, да, экология, это что-то несерьезное, нам нужно дальше продвигаться в индустриальном мире как-то и выживать, в общем, это все вот про связь этих разных видов дискриминации друг с другом, разных групп, что тут еще важно, милитаристский дух, очень интересно, в этой связи критикуют сегодня дискурс, вот этот милитаристский дискурс в отношении пандемии, когда мы говорим про вирус как враг и когда мы говорим, что нужно объявить войну этому вирусу и критики на это отвечают, ну что вообще-то с бактериями, вирусами мы живем и объявлять им войну можно легко в этой войне проиграть, если мы будем таким образом рассматривать среду, в которой мы живем, то есть этот дискурс опасен во всех смыслах, культ героизма тоже с ним связан, социальные иерархии, элитаризм, когда одни группы, говорится, что одни группы выше, другие ниже, презрение к слабым, как часть этого элитаризма, ну и что еще у нас, вместо прав личности монолитное единство народа, хорошо нам в Беларуси, к сожалению, это знакомо, новоязв против критического мышления и фрустрированные средние классы, то, что мы видим и сегодня, то, что мы видим, Умберто Экка это писал в 95-м году, прошло сколько у нас? Уже там 20 лет, да, и неолиберальная глобализация привела к стагнации среднего класса в демократических странах, и вот этот стагнирующий средний класс в Америке, одна пятая среднего класса, спустилась вниз, и вот мы видим этих людей, которые, к сожалению, не по своему собственному желанию не могут получить должного образования, у которого недостаточный, недостаток, да, такой, который требует, чтобы они работали на коротких контрактах, изменились еще гендерные нормы в обществах, и часто какая-то группа, да, из этих недовольных, это мужчины, которые вот не находят себе места в этом новом мире и становятся, идут на поводу правых популистов. Ну и что еще, вот по поводу антиплюрализма, такой важный, видный теоретик популизма сегодня Ян Вернер Мюллер, книжечку, которого я тоже очень рекомендую к прочтению, она небольшая, тоже такая живо написанная книга, он говорит, что в сердце популизма право популизма морализованная форма антиплюрализма, то есть популисты аргументируют, да, почему плюрализм это плохо, да, почему не нужно служить феминисток, кого там еще, людей не с тем цветом кожи, ну, потому что должно быть одно мнение у народа, от лица которого популисты и говорят, да, все остальные должны как-то согласиться и принять это, вот. Ну и Ян Вернер Мюллер обращает внимание на то, что на самом деле плюрализм это не что-то такое простое, это не просто признание того, что мы тут все разные, а это создание такого политического пространства, где мы бы сосуществовали с другими людьми, как свободными и равными, но принципиально иными по своим идентичностям и интересам, и это понятно, да, это не простая конструкция, да, мало того, что нужно эту друговость признавать, нужно еще для этого создать условия, и это тоже один из вызовов, да, один из вызовов, который преследует весь 20 век, по меньшей мере, который нам, с которым мы сталкиваемся до сего дня. Ну вот, я хотела бы теперь немножко с другой стороны подойти к вечному фашизму, правому популизму, со стороны исследования, да, рассказать вам немножко о социологическом исследовании. Вот тут видно, да, это исследование по картинке видно, было посвящено ненависти в отношении группам людей, это было раз, два, три, шесть групп, и на левой картинке видны эти группы, да, а на правой картинке видны корреляции между ними. Это исследование проводилось в 2010 году, «Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit», так называется по-немецки это исследование, но есть его и англоязычный вариант, да, двухсотстраничный документ, с которым можно ознакомиться. Этот проект, который реализовал Институт междисциплинарных исследований, конфликтов и насилия Университета Белефельда в Германии, вот, и Андрей Сцик сегодня такой достаточно известный в Германии социолог, который отстаивает этот подход, что мы должны анализировать враждебность, которая есть в нашем обществе, исходя из враждебности группам и в связке групп друг с другом. Ну и вот исследование проводилось, сначала или параллельно проводилось в Германии, но в 2010 году проводилось применительно к восьми странам Европейского Союза, вот тут страны перечислены, вот, и было выделено шесть групп по отношению к чужакам на примере мигрантов, расизм, антисемитизм, асломофобия, сексизм, гомофобия. И идея состояла в том, что вот эта вот, эта враждебность проявляется, в чем она проявляется? В том, что люди обесценивают группы других людей, да, людей и группы, и в ядре, чтобы делать это, осуществлять это обесценивание, это обосновывается тем, что группы неравноценны, да, и есть те группы, которые могут и должны наделяться более высокими статусами, да, и большими преимуществами в обществе. Ну вот выводы, к которому, вот что стало, да, результатом исследования, очень грустные. То есть оказалось, что в европейском пространстве враждебность по отношению к группам распространена, да, слишком много мигрантов, так считают, вот, считают люди от 17 до 70 процентов. Примерно треть опрошенных верят в естественные иерархии между людьми, принадлежащих разным этносам. Мы сейчас видим этот конфликт и в ситуации пандемии, есть такие споры между, обиды итальянцев на немцев, например, да, что Италия, немцы, Германия в должной мере и в нужный момент, когда нужна была помощь, помощь не оказала. И есть такие высказывания на политическом уровне, что все это вот высокомерие немецкое, которое всегда было и которое мы видим в Европе. Ну мы видим, да, как в Европейском Союзе есть напряжение между разными странами, да, я думаю, что оно связано в том числе с этой ситуацией. Исламофобия сильна, да, примерно половину людей полагают, что ислам нетолерантная религия. Ой, насчет сексизма просто грусть. 80% европейцев, да, 80% полагают, что традиционные гендерные роли это хорошо, и женщины не в должной мере сегодня придерживаются этих своих ролей. Вот, и точно так же, что касается гомосексуалов, то тоже от 17 до 18% европейцев отказывают в правам и достойной жизни гомосексуала. Ну и еще исследования, которые, выводы, которые делают исследователи, что все эти высказывания связаны друг с другом. Те, кто обесценивают одну группу, с очень большой вероятностью будут обесценивать и другие группы. Вот, что лежит в ядре, да, вот этого обесценивания? Три вещи, да, эти исследователи пришли к выводу. Это предрассудки в отношении к другим людям. А нет, в ядре лежит, да, вот это стержень обесценивания. Это отрицание разнообразия, это авторитарные установки, и это одобрение социального доминирования или оправдания социальных иерархий, да. То есть вот это вот, такого рода идеи, да, такого рода представления опираются на три эти составляющие, ведут к тому, что возникает враждебность в отношении к группам, и в чем она проявляется, да, чем она поддерживается, эта враждебность? Тем, что поддерживаются предрассудки, и они ведут к обоснованию неравноценности людей, и к социальным нормам, производству этих социальных норм, и оборотная сторона, оборотной стороной этого оказывается, что разрушается самоуважение других людей, и самостигматизация, ведет к самостигматизации. Ну, вот, в общем-то, да, наверное, то, о чем вы говорили, да, о том, что появились новые группы, которые подвергаются дискриминации сегодня, и все новые группы появляются, да, то, что эти группы связаны друг с другом. Вот как-то про технологии, да, я не очень затрагивала, но, в принципе, тоже такая интересная тема, насколько технологии поддерживают, поддерживают дискриминацию. И, ну, что еще интересного говорили? Ну, да, про миграцию говорили, но очевидно, что это тоже такая важная, важная составляющая. Окей. Ну, у меня следующий сюжет, касающийся того, какие есть идеи у вас, да, ощущения, какие есть практики, да, какие есть институты, какие есть представления, которые могут противостоять этим разным дискриминирующим практикам и механизмам враждебности в отношении группы или практик, которые поддерживают анонимность и позволяют дистанции выстраивать. Есть ли у нас какой-то позитивный опыт, как вам кажется? Что нужно критиковать и что нужно поддерживать? Угу, я сейчас опять напомню этот формат. Либо можете поднимать руку и голосом что-нибудь сказать, в том числе в камеру, либо продолжать оставлять свои комментарии. Я себя странно чувствую в этой роли, но это нужно делать кому-то. Вот, я вижу первый комментарий, который появился буквально, мгновенно, как был задан вопрос. Это правый человека. Да, есть комментарий. Да, правый человека. Отлично. Есть ли еще какие-то? Плюс один. Да, у нас. И тут появилось мнение, которые мало что решают. Вот, о правах человека, я так полагаю. Либо плюс один мало что решает, либо да, мало что решает. Либо люди, которые ведут себя вот так вот и призывают себя, комментируют себя, в ходе голоса мало что решают. Есть меркование про каштоунности межкультурного уразумения. Есть права человека в общем понимании. Мало что решают. Это, наверное, комментарий. Потом образование и просвещение. Есть мнение. Есть еще... А, это, наверное, продолжение про каштоунности межкультурного уразумения и так само мирного урагалювания спрэчек, арбитража. Есть напор из журналистики, образование и все, что связано с формированием мнения. Есть мнение, надо поддерживать НВО, которое занимается правами человека, чтобы они могли больше решать и влиять. Правооборудовщая организация. Тут пригодали раппу. Журналистика. Наста Плюс. Наста Плюс — это, по-моему, очень классный решатель проблем. А, Наста. Здорово. Наста Плюс. Да, у нас такой формат. Наста Плюс, да. Да, 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 красота. Говорят, что искусство мощно влияет. Ага, окей. Да, с этим очень-очень соглашусь. Есть мнение о том, что вебинары с Ольгой Шпарагой помогают этим. Спасибо. Есть комментарии гражданского общества, еще вспомнили, как актора. И я до сих пор не вижу рук, и никто не машет мне в камеру, поэтому ждем еще немножко комментариев, наверное. А вот практики какие-то, коммуникативные практики. Вот, например, наверное, это реакция к этому. Пришла это просвещение родителей, как правильно направлять детей, мыслить и относиться к людям. Есть такое. Политические деятели и лидеры мнений тут вспомнились, которые могут быть действительно проводниками перемен в сторону более инклюзивного либо наоборот иерархического общества. Есть навучение школьных на каштонностях ровности. Вриент. Вот. Наста написала про ненасильственную коммуникацию, NVC, Non-Violet Communication, как возможный инструмент практики, которые могут работать и помогать. Потому что, например, для меня NVC — это как философия, а не просто как инструменты. И там действительно вообще переосмысление взаимодействия себя, ценности себя, потребностей других. Поэтому я с этим тоже соглашусь. Понятие языка вражды. Наверное, нужен комплектный подход. Есть предложение, мнение. И, ну что, наверное, вот такой вот у нас наборчик сейчас есть. Из вариантов. Да. Хорошо. Ну, окей. Тогда посмотрим, что там я придумывала. Вот пришел вопрос. Комментарий к понятию, к комплексному подходу. А, наверное, к общему, да. Как это вообще реализуется на практике? Все, что мы поозвучивали сейчас, наверное. Как это вообще реализуется на практике? Что мы обсудили или как? Ну, вот вопрос. Ну, наверное, нужен комплексный подход, но как это реализуется на практике? А, окей. Что такое комплексный подход? Хорошо. Ну, можем, да, обсудить. Хорошо. Ну, вот такая небольшая третья часть. И мне кажется, что действительно нужны нам такие разные механизмы. И эти механизмы уже есть, да. И это механизмы, которые охватывают и структурный уровень, и которые охватывают практики, конечно. То есть нам нужно менять все. Ну, и вот мне очень нравится Айс Марион Янг, которая как раз в своей книжке, в этой книжке и в других, но с этой книжки началась, да, эта книжка ее 90-го года, «Справедливость и политика различия». Она как раз делает акцент на структурном угнетении социальных иерархиях, да, вот в духе того, о чем я уже говорила, да. Вот. И она, так как она вот принадлежит к теоретикам, которые занимаются концепцией справедливости, она вот спорит с таким мейнстримом в теории справедливости, где акцент делается на политике распределения, перераспределения ресурсов, которые есть в обществе, восходит к базовых благ, восходит к Джону Роллзу, да, эта концепция. И Янг говорит, что прежде чем распределять благо, нам нужно думать о том, чтобы в обществе не было этих социальных иерархий, представления о том, что одна группа может обладать привилегиями и преимуществами по сравнению с другими группами, то есть с этим надо как-то справиться. Вот. И она считает, что это нужно делать на уровне социальной организации, да, на уровне правил, институтов принятия решения, на уровне социальных практик, то есть везде отслеживать, да, везде отслеживать эти иерархии, эти доминирования на разных уровнях. На уровне социальных норм, на уровне языка, символов, нарративов, и смотреть, насколько, да, в них выстраивается, насколько в них оправдывается социальное угнетение, насколько в них доминирование через разные формы высказываний в символах продвигается и защищается. Во всех сферах это делать, да, и тут тоже мы об этом говорили, государство, семья на рабочем месте, в сфере труда считают очень важно, Янт, нужно это делать. Вот. И на уровне гражданского общества. Вот. И она еще выделяет такие ключевые формы угнетения, это эксплуатация в сфере труда сексуальных и расовых отношений, маргинализация, обессиливание, культурный империализм и насилие. То есть вот она считает, что через вот эти формы и нужно критиковать, да, вот эти проявления, таким образом, да, угнетение проявляется и на уровне организации, да, и на уровне социальных практик, и на уровне культурных норм, и все это нам нужно разоблачать. Вот. И она полагает, что вот социальное доминирование можно определить как структурное систематическое явление, да, это правило, по которым мы живем, часто не осознаем их, и благодаря, благодаря этому, этому явлению мы, люди исключаются из определения своих действий или условий своих действий, то есть они действуют, потому что другим предписывают, да, и получается, других уже помещают в иерархии. То есть можно, наверное, вы сталкивались, да, и если о женщинах говорить, то часто женщины говорят, ну, окей, да, мужчины, может быть, умнее или образованней, да, ну, или как бы исторически так сложилось. То есть, в общем, есть разные механизмы и способы поддержания этих иерархий. Угу, Валдис. И еще у нас чуть выше раньше был, когда задавался вопрос о видах дискриминации, которые существуют или существовали, то, мне кажется, вот сейчас вот это подходит упоминание про интерсекциональную дискриминацию, которая существует. Да, я как-то вот интерсекциональность не затронула, но, в общем, это все теоретики, о которых я говорю, конечно, исходят из того, что угнетение по одному признаку накладывается на угнетение по другому признаку, и все это, конечно, да, там, по гендерному признаку или там по признаку инвалидности, и группа еще более становится, более уязвимое положение оказывается от этого. Ну и отдельно Ян говорит о культурном империализме, культурном доминировании, которое поддерживает, да, вот это вот неравенство, оправдывает преобладание одной группы на другой, вот, и говорит, что это, вот можно представить этот культурный империализм, культурное доминирование в качестве логики такой, да, то есть сначала есть какая-то доминирующая группа, она свои ценности как универсальные, нормативные продвигает, то есть это не ценность группы какой-то, да, а это ценности касаются всех, да, все, все должны быть такими. Мне тут вспомнилась Симона де Бавуар, да, которая когда-то размышляла, что мужчина абсолютно, женщина это другое, то есть мужчина себя определяет и как человек, и как мужчина, а женщина определяет себя, не определяет как человек, да, она в отношении мужчины себя определяет, вот, и это вот похоже, о чем пишет Янг, другие группы, если есть доминирующая группа, то другие группы, с одной стороны, не признаются и делаются невидимыми, с другой стороны, стереотипизируются. Вот, если помните, с Шуневичем была история, когда он говорил о ЛГБТК-людях, их нет, и они не пройдут, да, то есть это вот как раз пример того, что их нет, но если вдруг они есть, то вот они такие, и мы не можем этого допустить, да, то есть это такая двойная форма вытеснения, да, то есть не позволение другим группам, другим ценностям, другим формам связи в обществе присутствовать, да, двойное их вытеснение из как бы универсального мира, у нас мир универсальный, поэтому ничего другого, да, и не может быть, и не должно быть, да, если оно, его не просто нет, а если оно есть, то оно такое плохое, да, что нужно снова его сделать невидимым и искоренить. Вот, и уязвимая группа не может отделаться от приписываемой идентичности, возникает такая проблема, все время в интеракции эта идентичность ей возвращается, происходит, Ян, как говорит, это происходит на речевом и на телесном уровне, на уровне жестов, на уровне того, как мы выглядим, на уровне того, как там коммуникация строится между, не знаю, в школе, между учителями и детьми, выстраивается, да, тем самым эта доминирующая культура проводится, да, не только на уровне, не только на уровне того, что мы говорим, но как мы выглядим и на уровне нашей телесности. Вот, и философски, размышляет Янка, это такое, можно сказать, общее место у современных философов, что до сих пор в наших культурах и обществах, самых демократических действует культура тождества, что каждый из нас должен быть таким монолитным субъектом, в нас самих различий это плохо, да, поэтому мы к этому тождеству должны прийти и в обществе, и в культуре, вот, и с этим нужно, и гомогенная нация, тоже как такой пример, да, и с этим тождеством борются уже, начиная, философски говоря, с метров подозрения, с Варца, Ницше и Фрейда, то есть очень давно философы, но она все время возвращается, и все время, все время какие-то новые угрозы нам приносят, да, какие-то новые формы дискриминируемых людей и групп появляются, новые механизмы, потому что мы все время возвращаемся к этому, надо совпадать с собой, различие это угроза, вот, ну и ответы Янг на это, она считает, что нам не нужно к гомогенизации, нам не нужно к тому, чтобы сейчас все совпали друг с другом, нужна групповая солидаризация, а не то, что сейчас группы, вот, будут все одинаковые, да, все примут одинаковую идентичность, или все будут в мире сосуществовать, ну, где-то наши различия мы сохраняем и не согласны друг с другом, где-то находим общий язык и солидаризируемся в решении вопросов, которые касаются унижения, дегуманизации, это неприемлемо, поэтому вопросу мы солидаризируемся, ну, и полагает, что сами различия должны пониматься в сравнении людей друг с другом, да, и различия могут и не играть важную роль, в каких-то аспектах важно, что мы мужчина и женщина, а в каких-то нет, да, и нельзя субстанционализировать различия и различия, и тем самым, да, будет это вести к такому флорализации, флорализации мира. Ну, что важно для Янг, это то, что мы должны все это обнаруживать на уровне институтов, на уровне структур, да, на уровне норм поведения, понятно, что каждый, каждый из нас это поддерживает в своем поведении, но, в общем-то, нам сложно этого не делать, когда это так заведено в обществе, когда такие правила, и Янг говорит, что нам нужно обнаруживать эти правила, да, нам нужно понять, как, я не знаю, в системе здравоохранения за счет каких правил, вот она выстроена таким образом, что у нас там сейчас нет данных, сколько людей болеют, да, у нас вот такое неуважительное отношение, люди находятся в больнице, мы не можем получить информацию о них, ну, в общем, много всяких проблем, с которых мы столкнулись, и получается в каждом институте своя расстановка сил, да, которая приводит к тому, что люди догманизируются, кому-то позволено много, а кому-то нет, кто-то оказывается в подчиненном положении, вот, каким выводом приходят исследователи вот этого социологического исследования, да, они приходят к выводу, что на самом деле ответом на эту, эту враждебность являются дружеские связи и доверия, приходят к выводу, что вот политические убеждения, религиозность, все это не играет такой же важной роли, вот, а важно то, чтобы люди, вообще, там, европейцы, да, и граждане разных европейских стран, исследователи, и европейцы, условно говоря, да, стремятся к тому, чтобы устанавливать дружеские отношения, да, это ценно, но это тяжело, это практически сегодня невозможно, и почему, потому что есть ощущение социальной аномии, то есть непонятно, по каким мы правилам живем, да, есть растерянность, она очень большая, посмотрите, вот в Польше около 90%, да, и то, что в Польше сегодня происходит, и политический выбор поляков, я думаю, с этим связан, и Иван Крастев в своей книжке «После Европы», недавней тоже книжке, как раз все это описывает, то, что происходило, изменение, да, то, чего ожидали европейцы в Центральной Восточной Европе от интеграции Европейский Союз, и как это происходило, что они получили, что они ощущают себя все еще на вторых ролях, да, и то, что уровень жизни у них ниже, то, что молодежь эмигрировала в страны Западной Европы, да, тоже есть такая обида, что лучшие уехали из наших стран, вот это все, вот проявление этой социальной анамии, это приводит к растерянности, и это ведет к враждебности, но когда, когда удается все-таки, да, сквозь эту анамию выстраивать дружеские отношения, да, доверительные отношения, то удается с этой враждебностью справиться, ну, и интересно, что противоположности этому сильной национальной религиозной идентичности, они мешают к тому, чтобы мы исправляли собственной враждебностью, и интересно, что европейская идентичность, вот был там вопрос о европейской идентичности, те, кто привержены европейской идентичности, в меньшей степени проявляют враждебность, в то время, как те, кто замкнуты, гордятся своей национальной идентичности, все более враждебны по отношению к разным группам людей, вот, ну, и что мы тут, дружеские отношения, доверительные отношения между людьми, участие в деятельности НГО, кстати говоря, называлось это, европейская идентичность, и очень интересно, сама борьба с дискриминацией является такой важной задачей, потому что 45% европейцев полагают, что недостаточно борются с дискриминацией, честно говоря, меня удивила эта цифра, вроде бы, ну, вот мы в наших кругах говорим о борьбе с дискриминацией, да, вроде бы, есть институции, есть этот дискурс, есть разные и нарративы, и ценности, но этого действительно все еще мало, и недостаток этого поддерживает в том числе враждебность. Ну, и последний сюжет, который я хотела бы рассказать, да, связан с Мартой Нузбаум, с ее идеями, которые она развивает в своей книге не ради прибыли, которую я очень рекомендую к чтению, и в этой книге она анализирует, она пытается тоже вот какие-то высказать рекомендации, как нам бороться с этими социальными иерархиями, с враждебностью, и говорит, что нам нужно для этого обратиться к детскому развитию, и она опирается, вот, анализируя, анализируя, да, детское развитие, что приводит к возникновению враждебности иерархии, к разным социальным психологам и социологам, делает такой обзор исследований, антропологам в том числе, и в общем у нее, каким выводом она приходит, она считает, что вот новорожденные дети, они с одной стороны чувствуют защищенность, да, чувствуют такую целостность, с другой стороны они чувствуют свою уязвимость, потому что они зависят от тех, кто за ними ухаживает, один аспект, да, такая противоположность, есть защищенность и есть уязвимость, да, потому что они сами не справятся без тех, кто за ними ухаживает, С другой стороны, для человеческих существ, маленьких очень, характерно то, что их беспомощность осуществует с их познавательными способностями, которых нет у других живых существ в таком маленьком возрасте. Ну и вот она в качестве примера приводит то, что младенец отличает по запаху молоко своей матери от молока другой матери. И вот это напряжение между защищенностью и уязвимостью, познавательными способностями и беспомощностью, познавательные способности есть, но при этом ты ничего не можешь сделать, потому что ты пока такой маленький, без помощи других не справишься. Это приводит к тревоге, это приводит к необходимости контролировать тех, кто за тобой ухаживает. И если с этим что-то не делать, если этому опыту контроля не противопоставить другие практики, если их поддерживать, это стремление к контролю маленьких детей, то это Нусбаум делает вывод и приводит затем к возникновению иерархии. То есть подрастающие дети полагают, что есть те, кого они могут контролировать, кто может им подчиняться, кто может выполнять их желания. И Нусбаум делает вывод, что нам нужно научиться своим опытом уязвимости обходиться таким образом, чтобы не подчинять себе других людей, не выстраивать иерархии, не заставлять их обслуживать собственную уязвимость. И кроме того, что мы можем вот этот контроль над другими устанавливать, оборотная сторона или такое выражение у этой уязвимости является то, что с возрастом мы ее проецируем на других людей. Мы не можем с ней справиться, да, уязвимые это не мы, уязвимые это слабая, не уязвимая, ну уязвимость, да, уязвимые не мы, уязвимые это другие. И Марта Нусбаум еще об одном детском опыте говорит, об опыте отвращения, когда ребенок сталкивается с смертью, с болезнью, да, с отходами с жизнедеятельностью собственной, и у него возникает или у нее возникает чувство отвращения, и если с этим чувством не справиться, оно тоже начинает проецироваться на других. И именно поэтому возникает представление затем о других группах, что они грязные, да, что они слабые, то есть не мы, а они. И получается, что вот очень-очень важно, когда происходит развитие детей, научиться справляться им с нарциссизмом, со стыдом, с контролем, собственной уязвимостью, с отвращением, и превратить это в другие практики, да, в признание своей уязвимости, принятие заботы со стороны другого. И второе, на что обращаю внимание, со ссылкой на антропологов, и в частности на Деваля, такого известного антрополога Марта Нусбаум, что антропологи приходят к выводу, что у маленьких детей развивается благодарность в отношении, уже у очень маленьких, в отношении тех, кто о них заботится. И это тоже нужно поддерживать, да, чтобы вот этому контролю противопоставить благодарность, и чтобы сама забота не воспринималась как что-то, что о нашей, в негативном смысле о нашей уязвимости говорит, да, что сама забота нуждается в переосмыслении. Каждая и каждая из нас нуждается в заботе, забота это не сигнализирует о том, что мы не самостоятельные и слабые, а это нормально, быть не самостоятельными, не только самостоятельными, но и не самостоятельными, не только сильными, но и слабыми, и делиться друг с другом заботой. Вот, и Марта Нусбаум полагает, что на все это нужно обращать внимание, когда мы говорим о детском развитии, и она также полагает, что все это связано с практиками, то, о чем вы тоже говорили, с практиками образовательными. Она полагает, что вот это принятие уязвимости невозможно без способности, без развития способности критического мышления, без способности отвлечься от частных интересов и посмотреть на мир с перспективы граждан мира, без способности сочувствовать другим людям. Все это может быть частью образования и в школе, и в университетах. Искусство, Марта Нусбаум считает, играет важную роль, про это тоже кто-то говорил, и полагает, что для искусства очень важно, театральные практики помогают нам занять точку зрения другого. То есть в театральной практике мы действительно проигрываем эту роль других людей, как и в других формах современного искусства, искусства в целом, и это тоже то, что нам позволяет сопереживать и сочувствовать, без сопереживания и сочувствия научиться собственной уязвимостью и признавать других невозможно, согласно Мартину Нусбаум. Ну, что тут еще? Такие, не знаю, оптимистично-пессимистичные идеи Марты Нусбаум, что в любом обществе будут люди, которые поддерживают взаимоуважительные отношения и отношения взаимопомощи, и те, которые будут стремиться к доминированию, и необходимо нам помогать всем, необходимо как-то думать, как расширять круг тех, кто будет стремиться к взаимоуважению и взаимопомощи. И я тут еще тоже красивую цитату привела, что из Марты Нусбаума мы совсем не избавим всех людей от попыток манипулирования, практик манипулирования, но можем создать общественную культуру, которая станет мощной окружающей следой, где не будет возможности для стигматизации других людей, доминирования над ними. И, конечно, да, что стоило бы добавить, права человека играют важную роль, да, как инструмент, и права человека и в юридическом смысле, и в моральном смысле, и дискуссия о них, и дискурс прав человека, и отстаивание прав людей, да, и разных групп прав человека в целом. Конечно, это важнейшая часть этой культуры. Ну и еще у Марты Нусбаум в этой книге есть интересная ссылка на эксперименты, которые проводили, о которых вы знаете, да, Милграмом и Зимбарда, когда люди помещались в условия, где они превращались в надсмотрщиков, да, в тех, кто должен был наказание по отношению к другим людям проявлять, да, должны были осуществлять наказание, либо играть роль жертв, и оказалось, что люди, помещенные в определенный контекст, где их убеждают, да, за вас решают эксперты, вы должны, вот, выполнять эту роль, да, быть палачами, либо жертвами, люди в это включаются, да, эти эксперименты показали, и, с одной стороны, это, ну, пессимистично, а с другой стороны, Марты Нусбаум делает вывод, что, ну, вообще-то, критическое мышление для этого нужно, чтобы, вот, слепо, там, экспертам не доверять. Культура большинства не должна быть гомогенной, вот эти эксперименты также показали, когда в группе оказывался один человек, который говорил, я не буду, сразу же кто-то поддерживал его точку зрения, да, нужна смелость для того, чтобы отстаивать свою позицию. То есть, вот, анализируя эти эксперименты, Марта Нусбаум еще делает вывод в духе того, что уже приводила, как Зимон Бауман размышляет, что у нас целый ряд есть механизмов, да, анонимизации, вытеснения моральной ответственности, перемещения жертв куда-то, мы их не видим куда, да, то есть, вот это все мы, вот этого всего в обществе мы тоже должны избегать, да, мы тоже должны предлагать альтернативы этим практикам, и это тоже будет минимализировать тогда вот эти дискриминирующие, иерархизирующие выстраивание отношений, да, согласно иерархиям и доминированию. Вот, ну, вот, наверное, это то, что я хотела рассказать, и моя идея была в том, чтобы поговорить о том, насколько вот это применимо, может быть, к нашему собственному контексту, да, может быть, чего-то еще важного мы не затронули, о чем-то важном не поговорили, и мне интересно вместе с вами обсудить, насколько это вот в Беларуси, что в большей мере работает, что в меньшей мере работает, да, есть ли какие-то уже позитивные практики, которые нам позволяют дискриминации, дегуманизации противостоять, что вы думаете на этот счет? И опять я напомню опцию, да, что вы можете либо сигнализировать в камеру, либо писать в комментарии в чатике, и таким образом мы сможем узнать, что вы, о чем вы хотели сказать. Вот, я, может быть, пока у других будет возможность подумать об этом, вспомнить или что-то озвучить, я, может, хотел отослаться к одному из слайдов, который был показан, про то, что лежит в основе враждебности, да, вот, и у меня, например, такой вопрос, предложение подумать, может быть, да, или какое есть, как вы думаете, про, что поддерживает враждебность в Беларуси? И вот там указаны такие две позиции, два элемента, один это про социальную аномию, да, вот, и второй это национальная религиозная идентичность. И вот, например, в Беларуси, как мне кажется, да, скорее стоит говорить про странную, чем сильную или слабую национальную или религиозную идентичность, да, то есть она очень, очень разная, да, в зависимости от региона или чего-нибудь еще. Но если говорить про ощущение социальной аномии, да, как в Беларуси, например, да, это можно пощупать, заметить или как это описывается? То есть как это проявляется, вот эта вот социальная аномия вот в нашем обществе, из вашего опыта, из ваших наблюдений, может быть. Это сейчас вопрос к участникам, да, и участницам, наверное? Я, скорее, вот сначала к вам, да, хотел этот вопрос адресовать. Если у кого-то есть мнение и идеи, то здорово, делитесь, пожалуйста. Я сейчас только закрою шторочками окошко, а то меня совсем не видно. Ну, это здорово выглядит, очень интересно. Ну, наверное, да, повлияет на качество записи для других людей, которые потом захотят увидеть запись. Ну, не знаю, у меня есть ощущение, что у нас тоже есть аномия, потому что есть такие разные ценностные миры. И есть, я это асинхронной современностью называю, да, это связано, ну, вот если посмотреть, там, распад Советского Союза, возникновение Белоруссии. Да, я был бы очень благодарен, если бы могли немножко вот объяснить вот аномия и вот это понятие асинхронной современности, да, потому что, по-моему, оно очень емкое, и оно такое прям вот, его вот, это то, что чувствуется, то, что щупается, да. И вот благодаря тому, например, я читал и слушал, да, несколько раз от вас. И вот если вы можете это сейчас чуть-чуть для других, да, рассказать. Ну, аномия, это, номос, это у нас нормы и правила, да, и аномия, это когда есть такая растерянность в соответствии с какими ценностями жить в обществе, да, каких вообще, там, рассказов, да, о ценностях придерживаться, какими правилами пользоваться, хорошо ли, да, вот быть феминисткой или феминистом. Или, там, я не знаю, поддерживать политику государства в Беларуси, быть демократическим настроем. Демократически в каком смысле, да, то есть демократия сегодня тоже в разных странах разная. То есть есть вот эта вот такая растерянность, она есть не только в Беларуси сегодня. И я это еще с этой асинхронной современностью связываю, на примере европейской идеи всегда это демонстрирую, что если посмотреть, вроде бы там, кажется, да, что стремление в Европу, это как бы одна идея для всех, да, но Европа может выглядеть очень по-разному для разных групп. Для кого-то это Европа 19 века, да, это патриархальная Европа, Европа, в которой главный институт моральный, это церковь, в которой там смертная казнь, ну, в общем, это такой отчасти правоконсервативный дискурс. Есть Европа 21 века, в которой есть разнообразие, есть признание разных людей и групп, да, хотя сегодня, когда мы говорим Европа 21 века, мы тоже видим в ней присутствие, есть и правые консерваторы, которые движутся в прошлое, да, есть те, кто движутся куда-то вперед и говорит о том, что, например, уже про гендерные идентичности говорить некорректно, мы должны говорить о квире, это еще как бы движение вперед, да, и получается, что вот мы принадлежим как бы разным группам, которые имеют эти разные представления, вот если даже одну Европу взять, да, если мы возьмем представление о Беларуси, тоже можно, Беларусь это что, да, советская Беларусь, европейская Беларусь, европейская какая, 19 века, 20 века, 21 века, вот, и, в общем-то, это не только для нас характерно, но мне кажется, что в Беларуси вот эта ситуация того, что есть эти разные ценности, ценностные миры и разные ориентиры усиливается тем, что не хватает публичных дискуссий, в университетах это не обсуждается, да, что такое этот общий мир, эти общие ценности, которые мы объединяем, не знаю, если экономическую сферу, к примеру, взять, тоже есть две крайности, это государственный патернализм и другая крайность либертарианства, сейчас каждый сам за себя отвечает, рынок всех объединит, и, в общем, наверное, нам нужно где-то быть посередине, но этих вариантов сегодня тоже споры, сегодня такое неокенсианство, важное направление в обсуждении экономических сценариев, что все-таки социальное государство нам нужно, и сейчас в ситуации пандемии мы видим, насколько оно нужно, да, и важно, а его эрозия происходила последние 25 лет, на каких основаниях в этом глобальном мире оно будет строиться, да, базовый доход сегодня активно обсуждается, то есть тут столько вот этих разных концепций, и получается, что, ну, вот, тяжесть нашей ситуации, что у нас недостаточно дискуссий, недостаточно, и у нас и много контекстов, да, то есть постсоветский нужно учитывать, многие институты сохранились, да, значит, практики сохранились, какие-то ценности сохранились, мы их воспроизводим, нельзя это не как-то игнорировать, ну, мы себя, как европейцы, какая-то часть из нас тоже идентифицирует, окей, надо соотносить с советским, ну, и так далее, глобальный контекст, как на нас влияет. В общем, вот это вот есть эта аномия, которая на уровне представления существует, и, конечно, которая материально поддерживается, да, то есть почему одни люди больше зарабатывают, другие меньше зарабатывают, почему вот эти профессии престижны, а эти нет, да, почему вот, я не знаю, в сфере IT это такая более престижная профессия, если мы исходим из заработка, сравнивая заработок с профессией врача, да, это тоже часть этой аномии, когда, как бы, вот есть растерянность, что мы все это не определили, все это как-то в обществе существует, да, но кто это установил, кто это определяет, да, как нам включиться в определение этого процесса, непонятно. И вот эта растерянность, и понятно, что в Центральной Восточной Европе она больше, да, там тоже происходили, мало того, что вышли из советского блока эти страны, на это наложилась глобализация, стали интегрироваться в условный западный мир, и вот множество этих контекстов усложняет дезориентацию. Между генерациями еще, да, эта дезориентация. То есть если мы возьмем какую-нибудь Германию, да, то понятно, что есть большая преемственность, хотя бы, да, если мы возьмем, там, послевоенный период восстановления Германии, ясно, с Германией тоже сложно, да, исходя из преступлений национал-социализма, но все-таки вот такой какой-то последовательности послевоенной сегодняшним днем, там, 50-летней истории более понятно, чем в странах Центральной Восточной Европы и Белоруссии. Спасибо большое. Может, у кого-то появились из участников-участниц вопросы либо примеры, которые вспоминаются из белорусского контекста, которые либо связаны с теми практиками, которые есть, дискриминация, угнетение, либо ответами на эти практики. Или еще про что-то другое, да. Да, ручки или комментарии очень будут здорово. Да, есть ручка, и сейчас я дам вам голос. Итак, пожалуйста. Спасибо. Ой, извини. Давай еще раз. Слышно? Да. Да? Здорово. И в каком контексте. И на этом фоне даже в поиске этой национальной идеи одни тянутся к Европе и говорят, что мы европейцы, другие говорят, что нам нужно искать что-то свое. Третьи говорят, нет, у нас вот ВГЛ за плечами, и давайте мы вот это вот все как-то вернем. И я в какой-то момент, поскольку я закончила филфак белорусский, я оказалась с такой кашей в голове. И в ситуации, когда белорусское язычное, национально ориентированное поле, оно просто парадоксальным образом выталкивает, ну, какое-то все, что не связано, допустим, с ВГЛ. И я понимаю, что меня просто тошнит от этого всего, от полоста исторического, скажем так. Какая-то группа просто не принимает на такую сложную геополитическую ситуацию, когда-то, допустим, мы оказываемся двуязычными. И вот я сейчас говорю на русском языке, и это, в принципе, большая часть моей жизни. Но когда я оказываюсь, опять же, в национально ориентированной среде, меня записывают чуть ли не в предатели. То абсолютно та же ситуация с религией, когда, если ты не поддерживаешь дух предков, причем он тоже проявляется абсолютно по-разному, начиная там от обрядчества в районах, из которых я выросла, и заканчиваю вот каким-то теперь уже сильно политизированным контекстом православия или католицизма. И на этом фоне у меня доходит даже до конфликтов внутри семьи, до конфликтов с мамой, которая, черт знает, каким образом вдруг ударилась в религию. И то, что я не слежу там за праздниками, за датами, как они отмечаются, это чуть ли не грех. Вот. Ну это такое, это из личной боли. И заканчивая то же самое сексуальность, когда здесь, в этом контексте, как уже правильно отметила Ольга, меня, во-первых, нет, а если я есть, то меня либо выключат, либо посадят. Ну, в общем, как бы у меня не будет там дважды, трижды и четырежды. Вот. Такая история. Спасибо большое. А вот интересно, эти идеи насчет дружеских отношений, доверительных, может это какой-то иметь смысл в ответе на вот эту нашу ситуацию? Потому что, ну вот, насколько я поняла эти выводы немецких исследователей, в принципе, это созвучно тому, что и теоретики пишут, да, которых я приводила, что вот такие микропрактики на уровне наших сообществ могут быть ответом, и мы можем там какие-то новые, да, эти гибридные идентичности предлагать, эти сети как-то расширять. Насколько это у нас работает? Вы знаете, я могу сказать из опыта, ну, во-первых, из опыта преподавания, во-вторых, из опыта публичных каких-то выступлений, там, лекций или чтений, что это работает, но только в моменте. То есть, пока ты находишься в контакте с людьми, люди как-то прислушиваются, что-то переживают, как-то меняются, но стоит людям выйти за пределы этого контекста и попасть в привычную среду, как-то, я не знаю, наверное, на уровне рефлексов восстанавливается более удобная картина мира. Вот. Ну, то есть, это работает, но как-то... Но не работает. Ну да, да, получается, что эти практики должны быть непрерывными, да? Одна практика, потом какая-то другая, наших сообществ должно быть много, да? Мы должны все время одни сообщества с другими быть связаны, и тогда вот... То есть, невозможно, мы разные, невозможно одну идентичность у всех охватить, но можно через вот эти наши открытые идентичности расширять такие сети взаимодействия. Но это не всегда получается, и сейчас вообще в ситуации пандемии как-то, у нас вообще нет оффлайн-публичных пространств, и что с ними потом будет? Да. Еще, может быть, есть какие-то вопросы или идеи, что-то вспомнил с каких-то опытом? Например, если говорить про COVID-19, да, то если, опять-таки, вернуться про способы преодоления, да, враждебности или минимизации, то было озвучено, что... И меня это когда-то, там, много лет назад, когда я начинал изучать, там, природу отношений, да, людей, и вот это вот момент уязвимости человеческого существа, да, момент уязвимости, осознание того, что я как существо, я уязвим, очень сильно уязвим во многих смыслах, да, и прежде всего я уязвим физически, да, потому что там все, что угодно может со мной произойти, вот. И вот, например, на фоне COVID-19, то вроде бы, казалось, да, осознание и принятие собственной уязвимости перед невидимой вот этой опасностью, да, оно могло бы, ну, как бы, наверное, большинство людей, как бы вытолкнуты, да, для того, чтобы понять эту уязвимость. Но я, например, наблюдаю то, как люди скорее не готовы и не хотят принимать эту уязвимость и пытаются сопротивляться и даже отрицать ее. И вот как бы вот вроде бы есть этот потенциальный момент, да, в том числе при коммуникации вот публичной, создании там каких-то нарративов, да, или текстов, или высказывания мнений, да, если вот говорить об этой уязвимости, то это тонкая такая грань, это ресурс, это потенциал, чтобы пойти на следующие этапы, да, чтобы вызывать там сочувствие к другим, кто тоже уязвимый, более уязвимый, чем ты сейчас. И вот вызывать эмпатию, да, и вот подталкивать, возможно, к заботе, да, через какие-то солидарные действия, там, не знаю, даже скинуть 5 рублей на работу чего-то, волонтеров, волонтерок. Вот. Но вот я наблюдаю пока что в Беларуси, в частности, да, потому как, ну, вынуждены из-за ограничения, да, передвижений тут находиться и скорее быть в этом поле, то я скорее вижу какое-то вот сопротивление сопротивление и отрицание. И вот, наверное, у меня есть одна из идей, почему это происходит, потому что у нас вот токсичная маскулинность и вот это вот патриархальное, да, отношение, оно выше, да, возможно, чем в других странах. И вот практики солидарности тоже поэтому меньше работают, потому что у нас первый этап, да, осознание уязвимости, он не проходит как-то вот ведет не туда, не по пути А, да, эмпатия, забота, а вот по пути отрицания и скорее гнев и, не знаю, враждебность к другим, к потенциальным источникам угрозы. Ну, я с этим согласна, да, но не случайно Нусбаум вот написала книжку «В защиту гуманитарных наук», в общем, ее, и «Либераларц» — это книжка, что она считает, что все это должно быть частью школьных практик, и в том числе вот эти практики театральные, связанные с современным искусством, и работа с текстами, которые тоже учат, такая скрупулезная работа, когда мы примеряем на себе разные роли и учимся слышать других и говорить с ними, то есть все это, ну, такая большая работа, ее нельзя, как и забота сама, да, ее нельзя сделать более эффективной, нельзя ускорить заботу о других людях, просто тогда это не, качество ее понизится, да, нельзя там что-то сократить на нее время, да, нельзя сократить людей, это все скажется на то, как мы будем заботиться о других людях, да, болеющих или детях, точно так же и с этой уязвимостью невозможно решили, и сейчас мы научимся, да, то есть это действительно через разные практики делается. И вот интересно, если взять эту театральную сферу, что она у нас не так давно, какие-то альтернативные театральные практики разбиваются, и насколько там государственные театры держатся этих тоже, вот, воспроизведения стереотипных ролей и способов поведения, которые как раз не учат нас, вот как там учит документальный театр, ну или вот то новое, что в Беларуси появилось за последние годы, на разные театральные проекты, вот это как раз про то, что мы этой эмпатии учимся. Куча у нас институтов, которые просто нас в наших этих идентичностях замыкают, в наших ролях, да, ну и да, когда мы практикуем что-то другое, а потом возвращаемся в привычный ритм, где, ну, как бы предписано, как себя вести, где в магазинах с нами так разговаривают, что свое своеобразие сложно проявить, и дело не в этих продавцах, а в том, что эти продавцы тоже заложники ситуации. Да, что ж, тогда я держу по чатику и по отсутствию рук, вот, то, что вроде бы как, наверное, сейчас больше нет каких-то комментариев, дополнений. Есть Сабина, да, Сабина? Хорошо, тогда, пожалуйста, давай, Сабина, пожалуйста, мнение, что-то хотела добавить. Спасибо большое. Во-первых, спасибо за лекцию, было очень классно, познавательно. Вот, я надеюсь, что меня хорошо слышно. Да. И вот, я хотела сказать о том, что радует в этой ситуации, в принципе, в ситуации с пандемией, что есть такие организации, некоммерческие организации, которые действительно, как пример солидарности, показывают, что люди должны сплочаться ради одной цели, ради того, чтобы по итогу в стране, в мире, в принципе, было все хорошо. И даже не только организации, а вот, в принципе, гражданское общество и малый бизнес, тот же самый, который один из первых выступил, как первый помощник вот этим медицинским работникам. И когда читаешь, когда видишь вот это, ты понимаешь, что быть с той стороны, где вот эта солидарность и эмпатия, это то, где ты хочешь быть и собираешься быть. И когда ты наблюдаешь, что больше и больше и больше людей, которые раньше, возможно, не задумывались о гражданском обществе, о влиянии МГО в у нас в стране, которые присоединяются к этим движениям, ты просто радуешься, потому что, наконец-то, хоть что-то заставило людей понять, насколько важна эта солидарность. И вот, да, это все, что я хотела сказать. Спасибо. Ну да, спасибо большое. Тоже можно прокомментировать. Есть такое хорошее понятие, которое выражает этот тип солидарности, солидарность потрясенных. Ян Фатричка, такой чешский философ в 60-е годы развивал это понятие. И вот, когда возникает потрясение, то эти привычные границы между своими и чужими стираются и возможным оказывается то, что было невозможно. Ну и, конечно, для нас вопрос, ну, понятно, мы сейчас в ситуации потрясения и действительно как-то нужно дальше солидаризироваться, но вопрос, как эта энергия потом и куда может быть направлена дальше. И, конечно, хотелось бы, чтобы как-то эта солидаризация какие-то новые формы сотрудничества породила. То есть понятно, что эта солидарность потрясенных, она не может, то есть эта энергия не может производиться одинаково во все время. Для нее есть какой-то момент и какая-то ситуация, но тоже этот опыт, он же не рассеивается. То есть он как-то, я надеюсь, что он будет иметь последствия для того, как мы будем сотрудничать, слышать друг друга. может быть, он в большем осмыслении описаний нуждается, может быть, в литературной форме, я сейчас думаю, да, очень здорово, когда люди там в социальных сетях описывают. Да, еще радостно осознавать, что вот в тот момент, когда должно как бы государство больше вмешиваться в это все, наоборот, как-то люди собственной инициативой это все делают, и это показывает еще то, насколько в некоторых моментах государство, наше государство, не способно некоторые процессы все-таки урегулировать, и вот здесь выступает действительно то гражданское общество, которое способно это урегулировать и без государства. Ну да, но с другой стороны, конечно, вот на другой лекции, дискуссии, которую мы проводили, мне все хотелось обсудить, но как нам влиять на наше социальное государство, на систему здравоохранения, все-таки хочется, чтобы она менялась, да, и чтобы мы свое право на здоровье, на равный доступ действительно реализовывали. Вот, и тут тоже сейчас такой момент, когда, может, мы можем какие-то сделать выводы и как-то и описать тоже эту систему, его недостатки этой системы описать, да, где там эти слабые места, хотя нам иногда кажется все понятно, да, но с другой стороны все-таки, ну так, социологически, философски это все недостаточно описано, да, эти институты, которые вот поддерживают, поддерживают себя в такой форме, которой мы не удовлетворены, да, и мы не знаем, как сделать так, чтобы они существовали для нас, да, сейчас может быть тоже какой-то такой момент, что мы можем проникнуть нашим взглядом и нашей критической оценкой в эти институты. Да, вот я, кстати, сейчас же сделала мониторинг вот для химиконстанты, и я заметила, что риторика вот государства в плане пандемии и в плане того, как это все может решаться, допустим, про информированность, изначально это говорилось в таком прекрасном ключе, о котором мы все мечтаем, о том, что Министерство здравоохранения должно и будет информировать нас должным образом для того, чтобы не было паники, не было страха, не было вот этих президентов, когда люди бегут и скупают все продукты, питание, маски, антисептики, и, ну, как бы, видишь динамику, видишь, как сейчас по итогу получается немножко другое, и все-таки задаешься вот этими вопросами, ну, а что будет дальше, да, спасибо Наста, что написала, да, надо как-то завершать. Наверное, да, и в комментариях, что еще не прозвучало, от Карины было несколько вещей о том, что она хотела бы отметить страх выхода из, ну, у нас когда был разговор, да, про причины возможной граждебности, да, и условия существования, что существует страх выхода из удобной группы единомышленников, такого уютного мирка, да, и столкновение с реальными людьми и их общественным мнением. Например, у меня был опыт в армиюнной конференции, где я выступал Бьерн Иглер, это один из выживших после массовых убийств Андреса Брэвика, вот, он рассказывал о том, что как раз это самоизолирование, вот эти прогрессивные групп, да, которые отличаются вот от этого права радикального или консервативного мира, да, оно не ведет, оно не помогает к выстраиванию безопасного общества, да, и он, наоборот, призывает к тому, чтобы мы выходили и общались с теми, кто по-другому видит мир, вот, и вот как раз вот в продолжении этого Наста, например, написала про, что может быть выходом, это создавать в ответ солидарные группы под рынки, а лево далее, что в существенном свете все меркования мают право на яснование, да, и когда мы говорим про свободу меркования, выбора, мне верно, что появилась позиция про разность, плюральность способов бытия, да, про то, что принять то, что мы разные и мы можем быть разными и нужно это принимать вместе, сосуществовать, искать в этом возможность и про вот меркование, то, что я имею право на яснование, популино не переходит на хвалтовую риторику, но и тут, да, снова-таки мы поверяемся в эту систему регулирования, что там уже формально повинокового держава, однако, да, если мы все-таки будем выходить, если мы будем обсуждать способы бытия, сосуществования и пытаться делать это в мирном, ненасиственном, да, ключе, то, возможно, мы можем идти дальше, да, и преодолевать эти различия и находить ресурс к продуктивному сосуществованию без иерархии, без угнетения. Вот, наверное, тогда мы можем пытаться как-то вот завершить, да, нашу сегодняшнюю встречу. Я бы в очередной раз хотел поблагодарить искренне всех тех, кто подключились сегодня к нашей встрече, нашли время. Огромная благодарность хотел бы высказать, выразить Ольге за то, что она, мы нашли эту возможность поговорить об этом, поделиться. Вот, сегодня, да, у нас был разговор против исключения других, как право убивать и право подчинять. С нами была философка, кандидат философских наук, руководительница концентрации современная этика общества и политика Европейского колледжа liberal arts в Беларуси Ольга Шпарага. Я хочу напомнить о том, что очень много вы можете узнать из книги, написанной Ольгой, вот, «Сообщество после Холокоста» она называется. Также в четверг у нас будет онлайн-ток, у нас продолжается серия онлайн-токов по четвергам, и в этот раз будет разговор о COVID-19, права человека «Иммиграция», и у нас будут на этой встрече участники-участницы из Бельгии, Польши, из представительства ООН в Беларуси, ну и, конечно, из Химмон Константа. Вот, я сейчас еще раз могу, ну, как бы, лучше, наверное, найти эту ссылку и больше информации у нас на ресурсах, но я вот здесь продублирую ссылку на регистрацию. Вот, еще раз всем огромное-огромное спасибо, я очень надеюсь на то, что благодаря таким разговорам, встречам и вашей проактивности мы сможем создавать более безопасное, более уважительное, более справедливое общество. Вот, всем огромное-огромное спасибо, давайте пытаться делать мир немножко лучше, да, и, пожалуйста, не болейте, будьте внимательны по отношению к другим. Да, там миллион спасибо в комментариях. Да, да, полетело. Спасибо, спасибо. Большое-большое всем спасибо. 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 Спасибо.